ну давай поговорим зеленский сегодня посетил изюм а знаешь какой аспект давай затронем но вот уже с начала войны уже шесть с половиной месяцев мы видим зеленского время от времени появляющимся но чуть ли не на передовой я помню его поездку север донецк помнишь еще он там награждал ну как ревизионном расстоянии понимаешь даже в виде картонного путина фанерного и многие говорят ну очкует старичок очкует попасть на передовую ты понимаешь ты чё давай вот с этого расспекта расскажу тебе хороший анекдот по поводу нашим зрителям кон советский союз идет конкурс национальных инструментов один выдающийся парень откуда-то с севера там значит на инструменте который представляет собой одна палка два струна значит реально выдает абсолютно невероятным музыкальное соло частности полет шмеля сольный номер на прошли а конкурентом у него который тоже претендует на первое место какой-то дедушка который бричит аналогично палку из другой союзной республики мы читали автономный бричит бричит еле-еле вот он отрабатывает финальный номер значит блестящий полет шмеля просто невероятно по насчет по качеству масштаба напряжения зал ревется считает его гением ура мы нашли талант потом смотрит кто после него выступает а после него выступает дедушка и он внимательно за кулись смотрит выступление дедушка дедушка тинь-динь-динь-динь-тун-дун-дун-дун-дун-дун тинь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь ну все волноваться ночью уходит в этот саму бремя ходит с себя и слышит объявляет что первое место занял дедушка а он второй второе он вне себя бежит по коридору всех расталкивает его поздравляют он расталкивает и дедушка 70 лет понимаешь то есть смотри это возраст потому что он их молодости так сильно-то не отличался. Он на передовой в Чечню никогда не ездил, например. Ни в Первую, ни во Вторую войну. А он приезжал только уже к месту зачищенному. Это возраст и врожденная соклилость. Потому что он как раз из тех людей, которые, ну, явно не в боевых подразделениях КВБ, правильно? Чтобы в КВБ тоже было очень важно. Конечно, нет. В Альпе он не служил. Да, были люди, которые шли под пулями, моргнув глазом, выполняли свои задачи. Можно спорить об этих задачах, но сами по себе это были солдаты, которые... Он не из всех парней. Ну, там, да, туда-сюда, где-то вербовка, агентурная деятельность. Но все это на уровне, там, чего? На уровне побазаривания за жизнь. Я не знаю, там, питерская часть биографии особо подробно. Но, по-моему, ему тоже особо рисковать не доводилось, рядом с Собчаком находясь. Да, поэтому, ну, все. А командовать убивается Литвиненко и всех остальных из бункера, оно же, как бы, никакого личного риска особо не тянет. Особенно, когда-то заявил Замтик. Вот и сложился характер. Это тот случай, когда биография совпала с характером. Цельную личную. Вот, всякое бывает. Иногда биография выкидывает каштюки, человека мобилизует, он не готов к евреченскому мини, его кидают, он там становится воином, либо на морот ломается, либо там с достоинством проходит, не срывает звезд с небес, но не труся. Но это не про Путину. Путин четко знает, что осторожность выше всего, а боится он больше всего во время таких визитов, не украинцев. Не Барактара какого-нибудь, он своих боится. Что его свои грохнут военнослужащие? Свои грохнут под видом того, что он налетел в полинской артуре. Поэтому я его понимаю, но я подозреваю, что он боится своей охраны, боится своих лиц, боится своих секретарей, боится своих врачей особенно. Всех боится, в этом личном страхе он живет. Чем больше зла ты другим людям причиняешь или хочешь причинить, тем больше ты даешься сам, тем больше разлагаешься. Очень простой закон. Даже девушка, которая идет в корольку, идти по темному переулку, она боится, потому что на самом деле она живет с два конверсальных ульяновых сил. Это психология, она так работает. А вот человек, который сидит за ядерным зонтиком и там приказывает тех захватить, он боится смерти. Безнаказанное зло разлагает душу физически и уничтожает. Посмотрите, как он выглядит. Это нервное вцепление в край стола. Это притоптывание, непонятный танец с ногами. Я не знаю, почему это речь. Это личность в периоде полураспада. Вы хотите, чтобы он поехал куда-то на передовую, что-то там внушает своим солдатам, и нахрен пристрелит. Или наоборот увидит, кто на самом деле есть полководец. Ага, вот это тоже очень важно, потому что, понимаешь, он ходит с потайными каблуками в ботинках, увеличивая свой рост. Ну, я не знаю, как это вообще возможно. Если человек маленький, то он маленький. Можно, так сказать, не сильно париться. Понимаешь? За счет всяких хитростей можно поднять на 3-4-5-6 сантиметров рост. И что они дадут, эти 3-4-5? Это как член увеличивать, понимаешь? Ты можешь насадки ставить, но если он такой, он уже не станет другим, понимаешь? Я не знаю, Марк, но мне там нравится, видишь, они стараются, целая индустрия существует. То есть его увидят. То есть ты согласен, его увидят. Его увидят и ужаснутся. За что мы в окопах подыхаем? Да, мелкая реборка, и мы за это умираем, это будет тотальное расчарование. Если живого Путина показать российским солдатам, то российская армия застрелится. Она не то, что разбежится, она застрелится. Они поймут, что это оказался наш не отец, не отцом, даже не сука, а чмоней. Понимаешь, да? Рябое, косое, кривое, с нестриженной головой, да, там, с заросшими висками. Вот за это мы умираем? Ну да. Вот это символ мрачизма, там, главный стерх и так далее, и так далее, да мне. Не знаю, куда. Это сильный, кстати, аргумент. Ему надо прятаться хотя бы, чтобы не показывать свою старость. Вот ты знаешь о том, что... Так он поэтому и прячется. Да. А что происходило с Каддафи? Каддафи вышел на восьмой десяток, да? И ты знаешь, он тоже пользовался услугами пластических хирургов. Он натягивал кожу, делал блефоропластику, как и Путин. И, так сказать, вот тот знаменитый митинг, когда, собственно, под Триполи, он вышел к молодым людям, он 42 года находился у власти, будучи, так сказать, офицером, в свое время участвовавшим в заговоре и так далее. Они его не понимали. Молодые люди, Оливия очень молодая страна, там, началось еще в том числе, что он вышел на эту площадь. Они его не слышат, они не понимают, о чем он говорит. Он разговаривает лозунгами Джамакирии в своей «Зеленой книге», и эти люди его не понимают. Он в 20 лет, они не понимают на разных языках. Я представляю себе Путина, разговаривающего с солдатами. О чем он с ними будет говорить? Ну, вот он говорил с детьми недавно, я сказал, резиновая жопа. Да, резиновая жопа, да. С маленькими детками. Ну, сейчас так не жду тебя, ты согласен, что это вот, ну, на таком даже не разговариваешь? Ну, это как я, я, я тоже такой же, рассказываю анекдоты, которые уже никто не рассказывает, и так далее, и так далее. Поэтому, как бы, у меня 47, а Путин это под 70, еще на 30 лет хуже. Как, ну, через три недели 70? Да, на 20 лет хуже. Поэтому, как бы, ну, что мы ждем от него? Я же говорю, это самое, у России две тайны. Ее реальная история, и то, как реально выглядит Путин. И что он бы наговорил бы о солдатах, если бы он к ним приехал. Вы представляете, что приезжает полководец солдат? Да, и резиновая жопа, и резиновая жопа. Зеленский приехал в Узюм, а там, допустим, Путин приехал в Сватово. И вот солдаты, ошалевшие, потерявшие товарища, потерявшие технику, с позором отступившие, испытавшие горечь поражения в тяжелейшем моральном кризисе, он выходит к ним, и что он им сказал? Начинает содержание речи, заканчивая ее стилистикой. Что? А полководца ждут, что он сказал, пацаны не сын, харизма, есть реальные цели, люди должны физически почувствовать, что есть за что бороться, умирать, что должно срезонировать, это должно прозвучать от лидера. Он должен произнести речь религиозную по содержанию, там должны загореться все огни святого Эльма вокруг. И все остальное, если он действительно лидит и умеет зажечь этих людей, скажет, что я пойду с вами вперед, ну или поймите, я не пойду, я в руководительную командущую, но я с вами, мыслями, мы вас не забудем, вы все герои, каждый будет помнить, именем каждого будет названа улица еще при жизни, получите зарплаты, выплаты, и вся Россия смотрит на вас, короче, да, пацаны, давай. Кроме того, текст, это надо же уметь произнести, ты же не соврешь. Солдату, который заглянул в глаза смерти, он... Да, 100%, да. Он фальш почувствует сразу. Надо говорить, что так есть. И что, мы ждем это от Путина? Вот этих подвигов по содержанию и по стилистике, это очень напрасно. Он напрасная затея, все это ожидает. Это ужасно смешно. Поэтому его и не выпускают, куда за пределы бункера, и сам он себя не выпускает, понимая, что... Ну, в бункере эти входы, у меня ощущение, что фотографы это главный диверсант. Они его специально... Сам он церушный шпион, конечно, потому что такой успешно разваливает Российскую Федерацию, какого не может никто, уничтожает Российскую армию и увеличивает... И укранизировать Украину. Но, как бы, фотографы точно шпионы. Шпионы на шпионе, потому что они снимают его максимально невыгодно. С другой стороны, если допустить мысль хотя бы на секунду, что эти люди пытаются снять его максимально выгодно, то представляешь, как он... А это максимально выгодный момент, который там показывают эти спрятки на ушах. Почему не сделают ровненький весок? Вот это вот куцами, вот этим перекошенными руками, в виде буквы ЗЮ вцепившейся в стол, прицепляющими ногами. Неестественное положение спины, геморрой до затылка выдает, как бы, да. И возникает вопрос, как бы, что же творится в остальные моменты, если это лучше, если они честно выполняют свой бой. Это же кошмар. Я тебе открою маленькую тайну. Это улучшенные варианты снимков. Протокольная съемка выбирает лучшее. Я знаю. Остальное, говорят, еще страшнее. Я под нее довольно часто покажу. Ну, тем не менее. То есть факт остается фактом, что то, что мы видим, тем более, что он давно не встречается с реальными людьми. Он встречается только со своими оштинками. Понимаешь? Представляете, как он в натуре выглядит тогда. В натуре, да. Вот так и есть. Дорогие россияне, вам нужно проводить полураспавшаяся личность, которая в физическом смысле, в моральном, ментальном уже давно, в периоде полураспада и каташа-регенгера. И, как бы, я не знаю, вам как достоинства хватает находиться под властью и управлением этого человека? Или пора что-то делать? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...